Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня я продолжаю прогноз для знаков Зодиака на 2023 год. Но снова и снова обращаю ваше внимание. Подход у ведической астрологии, специалистом которой я являюсь, совершенно другой. Он достаточно сильно отличается от западной астрологии. Поэтому для того, чтобы убедиться, что это касается именно вас, есть два способа. Либо самостоятельно найдите программу, ведическую программу для расчета натальной карты. Забейте туда данные своего рождения и вам выйдет ваша натальная карта. Обратите внимание, верхний ромбик или, возможно, вам выйдет карта другого вида, но там, где написано асцендент, смотрите на цифру. Если цифра 3, то это значит, что вы родились под восходящим знаком близнецов. Также, если в этом пространстве с цифрой 3 у вас будет стоять такие обозначения, как МО, а МО – это Луна, или СУ, СУ – это Сурья, Солнце, это значит, что этот прогноз для вас тоже проиграется. Но если сейчас то, что я вам сказала, делать не хочется, тогда перейдите в чат по ссылке в описании, добавьтесь в канал, в чат вернее, и задайте вопросы. Буквально напишите «Помогите мне определить мой восходящий знак». И ребята ответят совершенно бесплатно. Итак, дорогие друзья, близнецы. Ну, конечно же, это самые подвижные, самые неугомонные, самые активные люди, ну, почти самые активные люди, которые, ну, в принципе, есть. Вы не сидите на месте, вам всё время всё хочется знать. Нужно сказать, что гибкость, интеллектуальность, стремление к познанию – это ваши лучшие характеристики. Но есть негативные ваши слабости – это ветренность и непостоянство. Так вот, дорогие друзья, каждый год с вами происходит что-то постоянно необычное. Может быть, и не необычное, но, по крайней мере, всегда всё меняется. Вы не можете сидеть на месте. Вам всегда нужно находиться в движении. И что же в этом году нас ждёт? То же самое. Но с чего начинался год? 1 января ваш управитель, а управителем близнецов является Меркурий, пошёл в ретроградное движение. Ретроградное движение – это когда планета, которая, естественно, отвечает за свою сферу, вдруг в какой-то момент понимает, что она что-то не доделала, разворачивается и начинает скрупулёзно доводить все начатые дела до конца. Ну, такой пример, как будто бы вы вернулись и делаете генеральную уборку. Вот Меркурий с 1 января начал делать генеральную уборку. И что интересно, в сфере партнёрства также это касается и вашей личности, и это касается ещё и вашего подсознания и мамы. Итак, до 18 января все эти вопросы встают очень остро. Да, кстати, вы знаете, что ваша главная цель, с которой вы пришли в этот мир – это передача знаний. Поэтому, если у вас сейчас в отношениях что-то происходит не то, это значит, что вам нужно учиться, а потом эти знания передавать, делиться. Итак, до 18 января ваш управитель Меркурий находится в Доме партнёров в ретроградном движении. После того, как он выйдет из ретродвижения, он какое-то время побудет ещё там. Это значит, что все эти сферы станут более спокойными, вы сможете выдохнуть. Но 7 февраля ваш управитель переходит из стрельца в знак Козерога. Внимание! Записывайте, фиксируйте. И в этот момент в вашу жизнь начнут приходить тонкие энергии. Это эзотерика, мистика, оккультизм, астрология, возможно. У кого-то, может быть, появятся карты Таро. Это всё зависит, конечно, от ваших индивидуальных предпочтений. Но на самом деле от вашей индивидуальной личной натальной карты. Но мистика придёт в вашу жизнь. Эзотерика и тонкие энергии. Что важно вам понимать на этот момент? Дело в том, что это то время, когда вам нужно действовать интуитивно. Логика будет перевешивать. Но именно ваш первый позыв, если вы его будете придерживаться, принесёт вам удачу. Он направит вас в правильное русло. Но если вы начнёте, а может быть так, а может быть так, и начнёте всё-таки действовать, исходя из логики, то это время, которое даст вам хронические болезни. Потому что восьмой дом, который активизирует тонкие энергии, даёт нам возможность почувствовать свою интуицию. Нет? Тогда хронические болезни. Принимайте. Ну и, конечно же, это время, которое, возможно, проиграется по каким-то страховым делам. Долги могут возникнуть или проявиться, стать острые вопросы оплаты долгов. Кстати, страховки необходимо приобретать. И хорошо будет, если вы этому уделите именно в это время. Далее, 27 февраля. Видите, как быстро меняется ваша жизнь. 27 февраля ваш управитель выходит из Козерога в Водолей. А это уже сфера, которая отвечает за вашу духовность. Духовность. Вопросы, связанные с папой, с отцом, с учителем, они станут остро. Но также это будет импульс, где вам нужно преодолевать себя и начинать концентрироваться для того, чтобы заниматься делами. Именно работать руками. И вот это время будет длиться до 16 марта. 16 марта, посмотрите, прошло всего лишь чуть больше полумесяца. Но уже ваш управитель перебежал из Водолея в знак рыбы. А это дом вашей профессиональной реализации. И здесь начнутся какие-то идеи, возможности появятся по продвижению, по карьере. Я хочу обратить ваше внимание, что самые неприятные дни, которые будут проходить в это время, это с 30 марта по 1 апреля. Не так уж и много, конечно, всего лишь 3 дня. Но тем не менее, дорогие близнецы, вам необходимо обратить на это внимание. Это те 3 дня, когда нужно быть максимально осознанными. Далее. 31 марта ваш управитель переходит из рыб в знак овна. А знак овна – это для вас не совсем такой знак, который несет вам большую удачу. Но тем не менее, это место, где ваше естество, ваше внутреннее я захочет получить плоды от тех трудов, которые вы приложили в последние почти месяц. И время к некой славы придет. И у многих это может быть слава, а у некоторых это может быть разочарование. Опять-таки, хочется сказать, что это все-таки прогноз общий. Поэтому точно, конкретно, как проиграется именно для вас, это только ваша натальная карта скажет. Личная натальная карта. Что происходит дальше? 31 марта вовна. Желание славы. Какие-то идеи, вопросы, связанные с детками возникнут. Ну а с 21 апреля по 15 мая ваш управитель снова идет в ретроградное движение. И опять он заставляет вас возвращаться к тем делам, которые вы не доделали. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание и запишите по пунктам каждый месяц, на чем нужно фокусироваться и концентрироваться. 7 июня 23 года ваш управитель переходит из овна в знак тельца. А это ваш 12 дом. И здесь снова встают вопросы тонких энергий. Мистика, паломничество. Вам захочется поехать за границу. Вам в принципе вообще не хочется сидеть на месте. Но здесь это вопросы встанут остро, появятся такие возможности. И вопросы служения. Вопросы служения для близких, для далеких, для тех, кому это служение необходимо. Конечно же, долго на служении вы фокусироваться не сможете. Потому что 24 июня ваш управитель переходит в знак близнецы. И здесь снова встают вопросы вашего саморазвития. То есть вам захочется учиться. Вам захочется познавать что-то новое. И это здорово. Далее, 8 июля ваш управитель переходит из близнецов в знак рака. А это значит, что вопросы финансов встают, вопросы питания встают остро. Кстати, это время, когда вы будете испытывать какую-то эмоциональную перепаду. Вы в принципе достаточно изменчивы и гибкие. Но здесь ветер, воздух перейдет в ваш дом, который связан с семьей. И это будет приносить беспокойство. Дальше ваш управитель, а это произойдет 25 июля, перейдет из знака рака в знак лев. И снова вы начинаете задумываться о том, где прилагать усилия. У вас появляются возможности поработать руками. И снова встают вопросы, которые связаны с духовным наставником, с папой. Но здесь знаете, о чем нужно сказать? Обратите, пожалуйста, внимание. С 23 июля по 26 июля опасность для тела. Поэтому будьте внимательны и в эти дни тоже. С 23 августа по 15 сентября снова Меркурий идет в ретроградное движение. Вот такой вот он неугомонный. И опять смотрит те сферы, которые вы не доработали, где вы не доделали. И если это ваше саморазвитие, значит он заставит вас снова вернуться к этим вопросам. Если это связано с вашими младшими братьями, сестрами, и к этому он заставит вас вернуться. Но самое интересное, что все-таки это однозначно поиск духовного наставника. Вот здесь внутри вы поймете, что вам спокойно и хорошо только тогда, когда вы знаете, кто в этой жизни вас ведет. Кому вы можете обратиться за советом, и кто бескорыстно, с любовью вам даст самый лучший совет. И даже если он вам покажется неприятным, тем не менее вы поймете, что этот совет дан вам от чистого сердца. 1 октября переход из-за льва в деву. Что произойдет? Дело в том, что дева является вам родственным знаком. Это ваше подсознание. Вопросы, связанные вот здесь внутри, с недвижимостью, с мамой, с домом. Дома, земли, автомобили. Все эти вопросы начнут проявляться в вашей жизни. И будут они стоять остро до 18 октября. Поэтому, если вы планируете продажи, либо наоборот покупки, это неплохое время для вас по недвижимости. Далее, 6 ноября ваш управитель переходит... Вернее, 18 октября, прошу прощения, пропустила. Ваш управитель переходит в пятый дом. А это значит, что начинаются проявляться и раскрываться ваши творческие способности. Интерес к обучению. Может быть, вы даже начинаете больше проявлять, больше копать. И вам хочется получить высшее образование. Ну, если вы не учитесь, конечно, да. Появляются идеи получения более другого, высшего образования. И это чудесно. Вопросы снова становятся остро с детками. Возможно, благотворительность для детей. Возможно, вы каким-то образом начинаете реализовываться в помощи детям. Это очень такое благоприятное время. Очень достаточно благородное, я бы сказала. Когда вы можете сделать очень много добра для детей. Не забудьте про это. 6 ноября ваш управитель переходит в знак Скорпиона. Это ваш шестой дом. Это активизация врагов, долгов. Это активизация болезней. И к этому времени нужно просто подойти. Как подойти? Если вы знаете, что это время ожидается. Значит, пройдите очищение организма заранее. До того, до 6 ноября. Посвятите октябрь месяц очищению и заботе о своем организме. С 24 ноября по 28 ноября время опасное для тела. Будьте очень аккуратны. Это время, когда ваш управитель переходит из одного знака водного в другой знак огненный. И это очень достаточно болезненно. И эмоционально. Когда у нас эмоции находятся, скажем так, взбудораженными, мы не обращаем внимания. И может произойти какая-то неприятность. Будьте аккуратны. 27 ноября из Скорпиона в Стрелец переходит ваш управитель. И это вопросы, которые возвращаются январского характера. То есть, быстро проигрался год и снова возникают вопросы партнерства, вопросы самореализации, вопросы стать лучше. Это может быть и женитьба, или выход, или замужество. Вопросы с партнерством это касается... Я говорю в общем, но вы просто знаете, что это и личные отношения, и также отношения с партнерами по бизнесу. Это могут быть и заграничные партнеры, это могут быть и короткие путешествия за границу. Кстати, для вас особенно вторая половина, по-моему, да, сейчас посмотрю. Смотрю. Нет, первая половина приблизительно до октября месяца для вас благоприятно. Благоприятно. Нет, это не для вас. Прошу прощения. Итак, дорогие друзья, в принципе, для близнецов периодически будут благоприятно и появляться возможности для путешествий. С этим мы решили. Я вам рассказала. Дальше. Как и для всех знаков зодиака. Нет, не все до конца я рассказала. Ретроградность снова наступает с 13 декабря по 1 января. И это будет проходить в Стрельце и в Скорпионе. То есть вопросы партнерства и снова вопросы мистики, эзотерики. С 25 декабря по 10 января опасное время для тела. Будьте очень аккуратны. Тем более, что до 7 января 2024 года Меркурий находится в ретроградном движении. Итак, вроде бы разобрались. Но дело в том, что Меркурий до такой степени, он очень быстро идет, меняет один знак, другой знак. Там ему хорошо, там ему плохо, там ему лучше. Но он такой гибкий, он везде подстраивается. Все происходит очень быстро. Но есть другие планеты, на которые мы тоже должны обращать внимание. И это, конечно же, в первую очередь Сатурн. Это самая медленная и тяжелая планета, которая 2,5 года находится в одном знаке. И она приносит плоды нашей кармы. И поэтому влияние Сатурна мы не можем не рассмотреть. Также это Юпитер. Юпитер в одном знаке находится один год. Но если он целый год сфокусирован на этой сфере нашей жизни, то, естественно, он будет приносить плоды. Конечно же, насколько это остро будет вставать, все равно зависит от вашего индивидуального гороскопа. Но, тем не менее, это все равно будет проигрываться. Потому что периодически и периоды, и под периоды Юпитера, и Сатурна будут приходить в вашу жизнь. Поэтому мы эти вопросы тоже рассмотрим. Итак, Юпитер находится до 21 апреля в знаке Рыб. Это ваш 10 дом. Юпитер дает вам возможность до апреля месяца сфокусироваться на профессиональной реализации. Он дает возможность получить новые навыки в профессиональной реализации. Показать себя со всех сторон. Он дает вам возможность. Несмотря на то, что Юпитер с Меркурием не находятся в дружеских отношениях, тем не менее, когда они вместе соединяются, они вместе могут действовать на благо познания. Поэтому здесь Юпитер до апреля месяца дает вам возможность со знанием реализоваться в профессиональных сферах. Далее переходит период, когда Юпитер в апреле месяца переходит из вашего 10 дома в ваш дом 11. Он переходит в огненный знак. Юпитер дает интерес к славе. Появляются старшие товарищи, старшие друзья, старшие родственники, это могут быть, которые дают вам возможность продвижения по службе. Либо, если в вашей личной карте это неблагоприятно, совсем неблагоприятно этот дом, планета расположена, то тогда будет обратный эффект. Здесь есть очень чудесный совет. Понимаете, в чем дело? Активными становятся дома, которые отвечают за интерес к наслаждению. В течение целого года у вас появится желание насладиться, желание получить все больше и больше плодов от своих трудов. Это очень разнообразные желания. Но здесь нужно сказать вот что. Если вы научитесь ваше желание фильтровать, благоприятные желания от неблагоприятных, скажем так, разделять, и если вы научитесь осознанно подходить к вашим желаниям, нет проблем. Все будет чудесно. В противном же случае ваши наслаждения приведут вас к беде. Какой беде? Ну, когда начнут становиться активными дома болезни, это будут болезни. Итак, разобрали Юпитер. Давайте поговорим про Сатурн. В Шане, так называют Сатурн, находился в последние два с половиной года в вашем восьмом доме. Поэтому вопросы, связанные с эзотерикой, они наверняка уже были в последние два с половиной года. Какой-то интерес. Возможно, обращение к людям, которые занимаются и работают с тонкими энергиями. Нужно сказать, что если вы действовали, исходя, допустим, заболели и лечились нетрадиционными методами, то все было неплохо. Что еще нужно сказать? Когда Сатурн, а это произойдет 17 января, перейдет в знак Водолея, то это время, когда появится необычайное развитие духовности, порыв, стремление. Вот то, что я говорила вам по поводу путешествия Меркурия. Здесь Сатурн вас будет возвращать к идее нахождения духовного наставника, того человека, который искренне будет вам помогать. Этой идеей Сатурн вам будет давать вашу жизнь в течение двух с половиной лет. И я очень хочу вам пожелать, чтобы каждый из вас, близнецы, нашел такого духовного наставника. Это было бы очень замечательно для вас, потому что это колоссальная помощь на пути. Далее, Сатурн также дает вам интерес к славе, но он же и дает эту задержку. И вот то желание и стремление получить плоды, тем не менее, ограничиваются тяжелым Сатурном. Вы хотите что-то начать? Сатурн ограничивает. Вы вроде бы начинаете, что Сатурн ограничивает. Сатурн вносит в вашу жизнь ограничения в сфере действий руками. И он в буквальном смысле слова заставляет вас заняться заботой у ваших младших братьев, сёстрах. Либо о тех людях, которые, если нету родных младших братьев и сёстров, либо о тех людях, которые вас воспринимают как старшего. О тех людях, которые хотят получить от вас эту заботу. Шани заставляет вас в буквальном смысле повернуться туда. Поэтому делайте заметку, пожалуйста. Забота и благотворительность – это то, что наверняка вам поможет. Служение. Шани заставит служить. Два с половиной года он заставит вас служить. По-другому он действовать просто не может. Он вернёт вам все плоды вашей кармы, которые связаны с вашим здоровьем, если вы не будете этого делать. Поэтому что может вытащить из этой не совсем приятной ситуации, которая связана с домами, которые отвечают за здоровье – это служение, это благотворительность и это забота о младших братьях и сёстрах, о тех, кто в этом нуждается. Вот такой вот прогноз для вас, дорогие близнецы. Хочу сказать, ещё раз повторить, цель вашей жизни – это познание. И я приглашаю вас, если вы молодые юноши и девушки, я приглашаю родителей, если у вас есть дети подросткового возраста, приходите к нам в колледж. 26 января мы начнём обучать юношей и девушек от 14 до 18 лет. Плюс в эту же категорию могут присоединиться те ребята, которые находятся в потерянном состоянии. Это возможно после армии, во время армии. Ну, во время армии это я уж, конечно, преувеличила сильно. Но те, кто пришёл после армии, если вы чувствуете потеряшками, то, пожалуйста, приходите, наши двери открыты. Я хочу сказать, что невероятные учителя вас ждут. Ссылка на обучение в описании к этому видео. Приходите учиться. Ваша цель – передача знаний. Сейчас вы их получаете, затем вы их передаёте. И также будет возможность прийти в нашу дружную команду. И ещё раз для тех, кто не знает, является ли он близнецом или нет, Дорогие друзья, смело, без всяких стеснений, добавляйтесь в наш чат, в Телеграм и спросите «Ребята, помогите, я не знаю, свой восходящий знак». Вам тут же ответят. У нас там очень много астрологов, которые вам и ответят, и помогут, и дадут совет. Вы даже не представляете, какие там отзывчивые у нас люди сидят. И всё это бесплатно. Ну что, дорогие близнецы, я желаю вам удачи, успехов. Я желаю вам, чтобы ваш Сатурн обязательно дал вам возможность служить. Потому что, когда мы служим, это невероятное чувство. Это колоссальное чувство радости. Чем больше отдаёшь, тем больше получаешь. И это действительно так. С любовью, Марина Никитина, ведический астролог.